Президент Дадон начал трехдневный официальный визит в Москву. Он выполнил свое предвыборное обещание начать внешнеполитическую деятельность с России. Конечно, речь идет об улучшении отношений. Обозначенные направления. Вопросы возвращения молдавской продукции на российский рынок. Проблемы работающих в России молдавских трудовых мигрантов. Консультации по Приднестровью. Уровень запланированных встреч впечатляет. И, конечно, уже дело принципа разобраться, насколько ожидания будут соответствовать результатам. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте. Итак, с удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей. Это Владимир Цуркан. Вот в данном случае больше всего, конечно, мне интересно, что это экс-посол Республики Молдова в Российской Федерации. Добрый вечер. Хотя, конечно, депутат парламента и председатель парламентской комиссии. Андрей Попов тоже, как экс-посол, мне прежде всего интересен в Вене. Ну и бывший заместитель министром. Да, и бывший заместитель. Ну вот мне интересует именно посольская такая составляющая вас двоих, вашей биографии. Я думаю, это понятно, почему, да? Вот вопрос первый закономерный. Почти 10 лет посчитали, что 9, скажем, округлим. Да, не было официальных визитов главы Республики Молдова в Российскую Федерацию. И тем не менее, вот сейчас мы видим, что это событие наконец произошло. Мне интересно, как вы оцениваете вот сам этот факт и каковы ваши ожидания? Владимир Иванович. Да, действительно, вы правильно совершенно отметили, что практически 10 лет. Практически. Причем имеется в виду о визите, а контактов на уровне первых лиц не было еще больше. Еще более длительный срок. Между первыми лицами России и Молдовы, между президентами. Не будем входить в историю. Почему, отчего, я думаю, что телезрителям многие вещи известны. И не это сегодня тема. Ну, будем так говорить. В моем понимании, это, в общем-то, наверное, начало нового или отсчета нового уровня взаимоотношений между Молдовой и Российской Федерацией. Именно так я расцениваю этот визит. Причем его новизна не потому, что со стороны Молдовы новый президент, другой президент и избранный всем народом. Что очень важно. Это впервые вообще, когда президент, избранный всем народом в 21 веке, встречается с президентом России. Самое главное, что то, что произошло с Молдовско-российскими отношениями, все эти проблемы. К сожалению, мы можем сейчас перечислять только проблемы в этих взаимоотношениях. И все эти проблемы связаны с той внешней политикой, которая, давайте будем прямо говорить, которая проводилась, значит, молдавским высшим руководством. И все это в конечном итоге привело к тому, что эти отношения не просто заморожены, а они просто свернуты были фактически. Причем, что очень важно, и для нас это очень всегда было важно, исторически важно, и для народа прежде всего, для людей простых прежде всего, это свернуты были экономические отношения. Потому что в конечном итоге смысл и суть внешней политики и взаимоотношения между государствами сводится не для того, чтобы просто протокольные встречи состоялись, съемка, рукопожатие, заверение и подписание документов, а самое главное, чтобы от этого был эффект и польза для народа, для самого человека. А сегодня таких проблем сложилось очень много. И все эти намерения, а в последний момент уже после избрания и заверения о том, что будет первый визит именно в Российскую Федерацию, что будут повестку дня для обсуждения поставлены именно те вопросы, которые вы сейчас перечислили, которые сегодня в первую очередь жизненно важны для каждого простого гражданина Республики Молдова. В этом смысле я этот визит оцениваю как очень важный. И я уверен, что все граждане будут с нетерпением ожидать результатов этого визита. И самое главное, как они будут реализовываться, эти результаты в дальнейшем в нашу с вами жизнь. Спасибо. Господин Попов, сам факт визита и ваши ожидания. Ну, я вам много соглашусь мнением Владимира Ивановича Сурканова. И здесь дополню, я, будучи четыре года заместителем министра национальных дел, часто бываю в Москве, консультировался с коллегами, которые в разные периоды работали в посольствах Молдова. И вот о нашем сегодняшнем собеседнике Владимира Ивановича Суркану, профессионала из МИД, говорят, что был, ну, кто-то говорил, что был лучшим послом, кто-то был одним из лучших, но очень серьезно уважаемый человек. И я помню на вашу каденцию был тот знаменитый визит президента Воронина в феврале 2003 года. И в посольстве есть даже столик, где вы вместе с Владимиром Николаевичем, где с Хазановым сидели и... Это не в посольстве, это в ресторан. Ну, я не хотел, это в гостевом доме. Я выдаю секреты, да. В том комплексе, в котором находилось посольство, это было историческое событие такое, для дипломатии российской в том числе. Потому что для международных отношений это беспрецедентно, когда президент, принимающий страны, едет в гости в посольство, спускается в гостевой дом, в ресторан, в молдавской кухне. И это показывает, насколько теплые были тогда отношения. И доверительные. И доверительные, да. Но тогда, кстати, был первый разговор о плане роли в России в посредничестве усилий по Приднестровскому урегулированию. Была сразу после визита инициативы президента Воронина о написании совместно с Тираспорем Конституции. Мы помним. Вот. Что я хочу сказать. Конечно, это закономерно. Что первым визитом после инаугурации, как и было обещано в предыдущем компании Игорь Николаевич Дадон, по приглашению президента России поехал в Москву. Я знаю, что это приглашение было подтверждено в поздравительном письме президента России после избрания Игоря Дадона президентом. Ну и полностью согласен, что уровень, интенсивность программы беспрецедентный за последние действительно девять лет. Я думаю, с апреля восьмого года, когда последний раз президент Воронин был в Москве именно с двухсторонним визитом. После этого были визиты. И премьер-министров Молдовы. Я, в частности, три или четыре раза провождал Влада Филата на его встречах с Владимиром Владимировичем Путином и Дмитрием Медведевым. Были визиты ситуативные даже его президента Михаила Теодоревича Гимпу 8 мая 2010 года, но так же, как и Марьяна Вишлупу в декабре 2011 года, а потом Николая Тимофтьева в мае 2012 года. Все они носили характера участия в советах глав государства СНГ. Предполагали контакты с руководством России, но они носили неформальный и неструктурный характер. Сейчас же программа, я видел ее, последнюю версию. Уже сегодня прошли встречи с предспредставителем МИДа России по Пренестровскому регулированию, с Германом Осковичем Грефом, с Миллером, я думаю, сейчас идет встреча с Рогозиным. Вот если позволите уточнение, вот по этой программе, которую вы сейчас нам замечательно рассказали, да, о встречах. Ну, это только встреча на сегодняшний день, завтра узкая, широкая встреча в формате с Путиным, обед, встреча с председателем с Ведерацией Матвиенко и так далее. Но здесь есть очень важный нюанс. И подчеркнув, я хотел именно в этом предложении закончить или в этом параграфе, нельзя отрицать характер, это официальный визит, это не просто рабочий визит, это визит со всеми атрибутами официального визита, очень высокого уровня, принимающая сторона все сделала для этого. Но вот меня, конечно, очень смущает и немножко огорчает состав молдавской делегации, он односторонний, и об этом стоит будет поговорить уже в следующей части, если позволите. Это хороший вопрос в отношении состава делегации, потому что ни одна из сторон, кстати, не объяснила. Ни представители правительства, звали их, не звали их, захотели, не захотели. Точно так же мы пока не знаем пояснений со стороны президентской команды. То есть здесь говорить детально, как это было, на мой взгляд, ну я не знаю, мне кажется, немножко все-таки преждевременно. А вот если позволите, я проконсультировался, проинформировался с обоими сторонами, у меня все-таки хорошие контакты и там, и там. И могу сказать, что здесь, конечно, мяч не на стороне правительства. Ну, опять же, поговорим об этом. Поговорим об этом, потому что я все-таки привыкла оперировать теми фактами, которые более или менее, да, известны. Вот вы проконсультировались, как бы у меня таких консультаций не было, но зато я могу сравнить то, что видела своими глазами. Сейчас вот вас призываю вспомнить. По-моему, вы были, когда был первый визит Владимира Воронина, Владимир Иванович в составе делегации. Да? Я помню. То есть, я помню ту программу. А мы говорим с двумя бывшими сотрудниками посольства Молдовы в Российской Федерации. Вы меня прям раскрыли сейчас. Ну, что же, я помню, я помню. Я помню этот визит. Я помню... Думела бы как Матахари уже. Сто процентов. Что вы говорите. Молдор-армянские отношения мы уже поговорили. Об этом, да, они как раз при мне вошли в гору. Вот. Если посмотреть на уровень встреч, которые были тогда, как встречали Владимира Воронина, и вот я посмотрела на уровень встреч и на программу, которая есть сейчас. На мой взгляд, это разительные есть перемены. Потому что, если вы помните, мы тогда в составе делегации ездили на встречу почему-то в МВД. То есть, было не очень понятно, почему президент посещал Министерство внутренних дел Российской Федерации. Там была Этера. Там были какие-то какие-то встречи. Ну, конечно же. Грызлов был в миссии. К этому времени уже было понятно, что Грызлов известно, точнее, было, что он в ближайшее время перейдет в другую сторону. Здесь каждая встреча, которую я тоже видела, вот этот вот план визита, она очень просто и ясно объясняется. Миллер, ну понятно, о чём я не буду сговорить. Рогозин, это глава российской делегации в Молдавской межправительственной комиссии. Госпожа Матвиенко, то есть, понятно, да? То есть, если посмотреть на все, вот все, все, все вот эти запланированные, то как-то сразу само и уровень мне показался выше. Да? То есть, он там не по министерствам, а вот сразу как бы это российские официальные лица. Не так? Ну, это действительно так. И это объяснимо прежде всего, вернусь к ключевым словам, которые произнёс, к тем проблемам, которые накопились в наших взаимоотношениях. И проблему нужно решать, что называется, ну вот, с корабля на бал. Надо сразу же, даже наоборот, наверное, с бала сразу на корабль. И этот корабль под названием Республика Молдова нужно сразу же становиться у штурвала и вести его и правильно, и так, чтобы не дать крен и не потопить этот корабль. Но и в то же время вся команда должна быть уверена, что каждый будет иметь конкретно чем заниматься. Я имею в виду каждого гражданина. Не команду сугубо чью-то, а вот под командой подразумевая весь народ. Поэтому ничего удивительного в том, что такова программа. Есть одно, казалось бы, отступление, это выступление, встреча в МГИМО. Но и эта встреча, она достаточно знаковая и объяснимая, потому что будет представлена та книга, значит, сборник истории Молдовы, которая была издана. И в этом смысле это еще один посыл, как бы, что значит, нынешняя команда президента и, естественно, фракции партии социалистов именно взяла ориентир на укрепление и сохранение государственности Молдовы. Все остальное, это все связано а, экономика, прежде всего, о чем уже мой коллега назвал, Миллер, Греф, хотя Греф, казалось бы, ну, многие начнут, может быть, говорить, а, это, наверное, по инерции встречи, поскольку раньше были коллегами Дадон и Греф, когда были министрами экономики, поддерживали чисто человеческие отношения в дальнейшем, не раз встречались, когда Дадон еще не был ни руководителем, ни был ни председателем партии еще и так далее и потом уже, но и это тоже очень важно, потому что то, как правильно значит, администрировать банковскую систему, я думаю, что у господина Грефа более чем достаточно опыта и есть и здесь чем поделиться, все-таки Греф поздравляет Сбербанк России, а знаю, какие у нас сегодня проблемы в банковской сфере, то есть и здесь это будет не просто такая, знаете, протокольно-дружеская встреча, это будет деловая, абсолютно деловая, конкретная, я уверен, встреча и была уже, которая была наполнена обменом мнением, а как выходить, выводить банковскую систему из создаваемых проблем и как вообще не допускать этих проблем. Ну, естественно, ключевая и основная встреча, которая завтра состоится, это с президентом России. Вы напомнили мне те встречи, которые были, ведь тогда было, если вы помните, множество визитов, только в 2010-2012 году, в третьем году было, если не ошибаюсь, 8 визитов, 8 визитов Воронина. Это как раз то, о чем вы начали говорить, Андрей, это подтверждение было той открытости со стороны Российской Федерации. Они были готовы по всем, все проблемы буквально обсуждать, все. И мы тогда, вы помните, ну, чуть попозже включились в команду уже посольскую, но к тому времени, когда уже были эти визиты, вы помните прекрасно, каким образом это все готовилось. Да, МВД это было каким-то, казалось, непонятным визитом. Я просто запомнила лица, вот, член нашей делегации, но вы себя комфортно там чувствовали, Я-то знал, знал к тому времени, что Грызлов... Бывший министр внутренних дел и один и другой, и Владимир Николаевич, и Владимир Иванович. Я, да, но мы уже знали к тому времени, что Грызлов в ближайшее время сделает следующий шаг в своей карьере политической, будет возглавить и партию «Единая Россия», возглавит фракцию и будет председателем Думы государственной. Поэтому тут ничего не было удивительного в том, что это естественно уже вот такие... Ведь эти встречи не по принципу «я хочу встретиться с Петровым, Ивановым, Сидоровым» и так далее. Эти все моменты, они согласовываются. Эти согласования, они тоже не случайны. Поэтому такое наполнение, такая насыщенность этой программы это результат взаимных консультаций, взаимопонимания уже на этом этапе. И я уверен, это хороший залог для результата. Ну, если Вы говорите, что все встречи не случайны, я могу только сказать... Не случайны. Да, не случайны, я так и сказала. То могу только сказать, что тогда никого не должно было удивить, что Владимир Цуркан потом стал послом Республики Молдова. Вы тогда не были в ранге посла на этой встрече. То есть, очевидно, Вы тоже там так появились. Господин Попов, Вам слово. Я только к программе хотела бы добавить к отличиям еще один момент. Только не будет только встреча в МГИМО, будет еще и встреча с соотечественниками. С диаспорой, конечно. Да. Вот это еще тоже... Я не говорю, почему в МГИМО. С отечественники — это все первые лица, приезжающие в другое государство, находят в обязательном порядке в своей программе время для встречи с диаспорой. Это традиционно, Я думаю, разочаровывать вас или нет. Все-таки не все находят. Так должно быть. Столцыкин. Это другой вопрос. Такова практика нормальных президентов. Это другой вопрос. Давайте предоставим уже слово наконец-то Газмину Попову. Для объективности, даже когда 8 мая 2010 года Михаил Гимпов, мы знаем его позиции, был в Москве, он в наше время в преследок посольстве встретился с диаспорой, хотя встреча была не из легких, но очень полезно для руководителей понимать, чем же живут твои соотечественники, и чем аукаются твои инициативы и громкие заявления для них. Это было сказано на той встрече, у меня поднялся рабочий в Домодедово, вот ваши заявления, а нам потом нас отлавливают тут и говорят, ага, оккупанты, и так далее. Это хорошая встреча, но не об этом сейчас. Знаете, опять же, все мы согласны, что уровень визита очень хороший. Это настоящий, официальный, трехдневный визит. Вот сегодня в обед вылетел, и послезавтра, в среду, поздно вечером возвращается домой президент. Все это очень хорошо, но надо понимать, в какой стране мы живем, какие полномочия у президента и какой общеполитический контекст. Прошли выборы. Выборы проявили и только углубили раскол в обществе. Очень важно, я не знаю, кому делать первый шаг, но мне кажется, Игорь Николаевич Датон упустил одну очень важную возможность, что в рамках подготовки и реализации этого визита показать, что на деле хочет стать президентом всех граждан Молдовы, а не только по инерции продвигать определенную программу партии и социалистов, хотя здесь тоже понятно, это было обещание. О чем я говорю, понимаете, ну я сопровождал, повторюсь, многих руководителей, премьер-министров, президентов на такие встречи. Был в составе Молдавской делегации на последней встрече Владимира Филата с Владимиром Путиным в Сочи 12 сентября 2012 года. Вот сегодня, через 4 года, с российской стороны на той же встрече, с Датоном, вот практически те же люди. Будет Рогозин, будет Карасин, будет Миллер, будет Греф, будет даже Трепицын, наш коллега и друг, который раньше здесь работал в посольстве. А с Молдавской стороны все поменялись. В составе делегации есть 3 очень опытных, ну бывших государственных деятеля, официальных лиц, у которых большой опыт отношений с Россией. Они знают, это Зинаида Петровна Гречаны, это Андрей Кириллович Негуца, бывший посол Молдовы в России, и этого Василия Владимирович Шова. Все уважаемые мной, достойные люди, знающие проблематику, но знающие недостаточно актуально. У нас есть правительство, которое в принципе, у которой реальные рычаги проведения почти любых возможных договоренностей, которые будут достигнуты в рамки встреч и переговоров, чтобы их реализовать, нужно вовлекать правительство. У президента нет полномочий. И здесь меня немножко коробит вот тот куцый вид нашей делегации, в которой, посмотрите, с одной стороны, вот у России есть вице-премьер, министр. Я поняла ваше мнение, вы его повторяете уже третий раз. Я только единственное, я поняла. Я второй раз сказал, я не расслабил ему. Когда готовишь такой визит, я считаю, не совсем правильным и опрометчивым. Мы поняли. Я только от себя могу сказать, что все эти самые члены правительства, о которых вы так сейчас говорите, я могу сказать, ну вы говорите, что это профессионалы, без их как бы участия, многие вещи не будут согласованы. Но я могу сказать только одно. Вы знаете, у них было уже сколько лет внедрять сюда вот все свои инициативы и результаты по этим встречам. Я думаю, что это был достаточный период. Во-первых, я когда говорил профессионал, я говорил о трех людях. Давайте мы сейчас не будем углубляться, кто у нас профессионал, кто не профессионал. Мне бы не хотелось говорить сейчас о членах правительства. Простите, но я говорю, мы говорим о продвижении государственных интересов. И в продвижении государственных интересов очень важно задействовать институты власти. Безусловно, я соглашусь. И вот здесь, готовя этот визит, я считаю, ну была упущена возможность первым президентом, президент пригласить министра экономики, министра иностранных дел, министра вице-премьера и прокосудистов. Я не знаю, Владимир Иванович, какие-то были контакты? Вот Андрей все переживает за то, что не было у нас значит министра экономики, очевидно, имеется в виду сельского хозяйства. Вот как это было? Нет, я говорил, извините, я говорил именно о министре экономики, который сопредседатель межправительственной комиссии и который в ноябре месяце был в Москве и подписывал карту дорожного. Господин Калмы, я в курсе. Спасибо большое. Давайте предоставим слово Владимиру Ивановичу. Я думаю, не случайно, что сегодня в составе делегации нет представителей правительства. И это, я думаю, объясняется тем, что действительно ради протокола ездил туда и Калмык, и делал громкие заявления, что вот после моего визита произойдет то, 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 то. Мы видели, что ничего не произошло и в конечном итоге ситуация еще больше ухудшалась. Поэтому в данном случае почему… Знаете, как это называется, Владимир Иванович? Это называется так. Мы довели ситуацию до того, до чего мы могли, а вот теперь вы едете в Москву, а давайте теперь вместе. Сейчас же есть шанс реально, что что-то, о чем-то говорится. И вот в этом случае, и вот в этом случае, в этом случае, я думаю, что почему не включены, для этого нужно посмотреть в зеркало. Те, кого не включили, пусть они на себя посмотрят в зеркало, почему их не включили. И я думаю, что в этом смысле есть, наверное, какой-то посыл и со стороны российской стороны. Я предполагаю. То есть россияне могли быть не в восторге от того, что там включены… Они решили говорить с теми людьми или с той командой, с тем человеком, говоря о президенте, которого сейчас, на сегодняшний день, которому доверил народ Молдовы быть во главе этого государства. То есть это еще и политический вопрос. Я уверен, что это в том числе и политический посыл. После чего, Людмила, ведь после этого это не означает, что если вот состоялась встреча, моментом, окей, все начало реализовываться. Нет. По итогам встречи выдаются различного рода поручения. Вот в данном случае, в данном случае, вот по итогам встречи, по итогам тех договоренностей, к которым придут два президента, значит, и наш президент с теми официальными лицами, с кем еще будет встречаться, вот после этого будут даны соответствующие рекомендации и поручения, вот которые дальше правительство пусть и исполняет, и докладывает президенту, что они конкретно по этому поручению сделали. Вот тогда и будет результат. Я благодарю вас. Позволяйте мне все-таки иногда вклиниваться. Господин Попов, наверное, будет интересное мнение еще одного человека, я говорю сейчас о политологе Остолепе. Он отвечает, в принципе, на вопрос, который сейчас задаете вы. Он говорит так. Конечно, этот визит пройдет и в индивидуальных, в том числе, интересах Игоря Дадона. Он будет иметь огромное значение для него как для президента, так и для политика. Но для власти визит будет скорее проблемой, чем плюсом. Люди будут видеть альтернативу предыдущему курсу. Для власти эта поездка неудобна. Ваш комментарий. Я считаю, в данном контексте, когда мы говорим о продвижении государственных интересов, национальных интересов на внешней повестке, нужно быть очень осторожным и делать разграничения между политическими интересами и государственными. Повторюсь, в рамках подготовки подобного рода визита и убежден. Это не условия российской страны, не включая тут два министра иностранных дел или заместителя министра экономики. Я убежден, не просто думаю, не говорил ни с Шовой, ни с Андреем Кирилловичем, но зная их отношение к работе государства, думаю, им тоже самим некомфортно, когда готовый визит, нету встречи президента с тем, кто два месяца назад был в Москве. Активян Калмык, министр экономики, визави Дмитрия Олеговича Рогозина. И я думаю, что, зная, как работает российская дипломатия, я очень сомневаюсь, что российская страна попросила бы молдавскую сторону исключить этого-этого. Есть другие форматы, можно узкий формат, но завтра мне будет очень интересно, я буду ждать кадров и хочу посмотреть на одну вещь. Подтверждается ли то, что я узнал, что на сегодняшних встречах с коллегой Дмитрием Олеговичем Рогозиным, с Алексеем Борисовичем Миллером, с Германом Грефом не было ни одного представителя, даже посол Молдовы Дмитрий Брагович не был. А вот для меня, как дипломат, это дело очень принципиальное. Когда руководитель страны в другой стране, участие посла, и я надеюсь, Владимир Иванович Туркан, бывший посол, согласится, это дело не только уважение, показывает. И Дмитрий Петрович Брагович, нынешний посол, он не политический назначенец, он был в другой партии и так далее. Но опять же, дождемся завтрашних и кадров. Давайте дождемся. Я просто, если мы говорим сейчас вот о том, кто вошел, кто не вошел, я в отношении... Я извиняюсь, но одна маленькая такая реплика, что ли. Все-таки нужно не забывать, что это визит президента, а не визит премьера. Был бы визит премьера, был бы другой состав делегации, были бы там и тот же министр экономики и так далее. Это визит президента. И президент по своему пожеланию, но по приложению российской стороны встречается с представителями ключевыми Государственной Думы Федерального Собрания, точнее, встречается с руководителем одного из крупнейших государственных банков России, встречается с основной компанией Государственной Газпром. То есть это все вопросы, действительно, которые выходят на другой уровень. Вот будет визит премьера, тогда будет совсем другой состав делегации. Поэтому я думаю, что здесь не тот случай, когда мы должны обсуждать, почему тот или другой не включен в делегацию. Одна фраза. Вы были вместе с Людмилой Бельченковой в составе делегации президента Воронина, по-моему, в апреле первого года, сразу после избрания в Москве. Вы помните, с молдавской стороны тоже был визит президента. Но тогдашний министр национальных дел Николай Черномас был в составе делегации. Есть ли это по памяти, помню? Ну, так потому что кто же голосовал за этого министра? Голосовали депутаты партии Воронина. Все-таки, мне кажется, это не очень корректное сравнение. Это было корректно, что он достался в наследство от правительства Брагиша, если помните очень хорошо. Хорошо, он заменил Николая Табакаров. Но за это правительство проголосовали члены партии коммунистов, депутатов парламента, входящих в эту фракцию. Мне кажется, не очень корректно. Знаете? Что важно здесь? Важно, чтобы не поставил государственный интерес. Я понимаю, есть политические баталии, есть желание капитализировать возможные результаты. Они могут быть и в сфере экономики, и в сфере миграции, и в социальных вопросах, и в сфере каких-то подвижек в плане президентского регулирования. То есть вы ожидаете вот этого? Я думаю, что... А вы не думаете, что по отношению, если вы назвали уже действительно сопровождая в том числе президента? Или заместитель? Вы не подумали о том, что... А может быть, сегодня тот самый момент, когда министр иностранных дел Молдовы проходит своего рода тестирование? Кем? Президентом. Тестирование президентом на предмет той ситуации, которая сложилась с послом в Румынии. Вот посмотрим, что дальше будет. В отношении посла в Румынии я хочу напомнить... В Румынии? Да. Посла в Румынии я хочу напомнить известное высказывание самого господина Попула. Я не знаю, Владимир Иванович, если вы в курсе, но господин Попов не даст мне сейчас соврать. Потому что, когда вокруг его возможной отставки, тогда много чего говорилось, господин Попов чудненько написал в социальных сетях. Он сказал так. Понимаю, что происходит, но если мой президент мне не доверяет, если у него нет ко мне доверия, то у меня нет никаких вопросов в отношении того, уходить мне в отставку или нет. Я готов уйти в отставку, если мой президент мне не доверяет. У человека есть школа, дипломатическое непонимание правильности и дипломатической этики. А здесь посмотрим. Вот да, кстати, раз мы заговорили вот уже об этой позиции посла господина Гребинча, да, его фамилия, правильно? Михаил Гребинч. В Румынии, да. Вот вы как считаете, здесь президент в праве требовать его отставку? Президент много в праве. И по конституции есть ответственная статья полномочия президента внешней политики, где он назначает, я называю послов по представлению правительства. В свою бытность заместителя министра я пытался стимулировать послов, чтобы они выступали, контактировали с прессой. Ведь лучшая гарантия от ошибки это ничего не делать и не контактирует с прессой. И многие послы, к сожалению, по принципу наименьшего риска, ну просто не понимают приглашение на телевидение. И всегда в ситуации, когда у кого-то была какая-то более яркая противоречивая я старался как заместитель министра защищать, потому что не создать прецедент, что у послу идет приглашение на интервью, а он просто не идет. Я посмотрел, что сказал Михаил Гребенча на грани, но не за грани. Он сослался на мнение, его спросили в эфире, как вы комментируете. Он сказал, я не могу комментировать, но есть эксперты, которые говорят, что есть основания. Он не сказал сам, я посол Гребенча заявляю, что президент сделал какую-то бяку. Вот так. Если бы он так сказал бы, это уже другое вопрос. Господин Попов, утрата политического доверия у президента уже очевидна после заявления господина Дадона? Смотрите, вот здесь... Не, ну вот давайте так разобраться. Конечно, очевидно. Очевидно. Вот вы в такой ситуации заявили, что вы готовы идти в отставку. Он так не заявляет. Я в конце концов остался. Моей отставкой послужили не то, что поклеб, скажем, откровенно президенту. Кто-то сказал, что я говорю, что есть Молдаване, есть Румына. Его... Кого-то это задело. Пожалуй, с президентом Тимофте. Он без объяснения потребовал отставки. В конце концов, я в начале сам поддал, потом остался, и потом уже через несколько месяцев... Хорошо, задам вопрос, прежде чем передам слово, задам вопрос по-другому. Вы сегодня подписались бы под этим постом в Фейсбуке, который вы написали? Подожди. Я... Если... Людмила, подожди, подожди. Не, ну это важно. Это важно. Я последний человек. Я ушел с хорошей должности народную дипломатию. Создали институт. Замечательно. Соответственно, своим делом. Но власть сейчас у нас двуголовая. Есть реальные рычаги власти. Внешняя политика, выработка и реализация внешней политики все-таки у нас парламентская история. Александр Попов, вы готовы подписаться под этим постом сегодня? Конечно же. Спасибо. Владимир Иванович, ваш комментарий в отношении посла. Ну, я думаю, что начнем с того, что вот ошибку допускает только тот, кто что-то делает. Нет, кто не делает. Может допустить. Да, да, да. Да. Не допускает тот, кто ничего не делает. Мы понимаем, да. Это можно и так, и ли так. Можно и так, и так. Но самое главное, что здесь надо, наверное, правильно это понимать, что ошибка может быть тогда, когда ты делаешь то, что входит в твою компетенцию. И вот ты во время этих действий допустил какую-то ошибку. А если ты начинаешь выходить за пределы своей компетенции, давать какие-то оценки, тем более действиям, решениям, того, кто тебя послал, в хорошем смысле этого слова, послал на работу с представителем государства. А его послал Николай Тимофти, понимаете? Вот здесь. В любом случае Николай Тимофти, каким бы он ни был бы, но он в то время был президентом. Я говорю о должности. Президент тебя направил туда, значит, послом, ты должен выполнять свои функции в соответствии с твоими задачами, компетенциями и так далее. И ни в коем мере не рассылать оценки, как профессор со стороны. Вот я считаю, что этот министр не так поступил, этот премьер надо было бы так поступить. А вот президент, значит, даже вряд ли это решение может быть конституционным и правильным. Это не его вообще дело. Политический комментатор, значит, обыватель, научный деятель, любой другой может такие оценки выдавать и делать. Но посол не имеет права. Можно я еще вопрос задам, уточню, потому что это очень важно. Я помню, за что я получил единственный выговор в своей жизни. Да, я тоже помню. За интервью. Вы тоже, да. За интервью, которое я давал в Москве, будучи послом. Но правда, когда я это все проанализировал и с автором этого анализа, не будем называть сейчас фамилии, значит, посидел, пообщался, он говорит, ну, Владимир Ильич, понимаете, было такое указание тогдашнего президента, ну, как так, вот. Вот хорошая мысль, это должен был президент. Посол в Белоруссии. Нет, 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 в Москве. Нет, в Москве было. Но вот эта мысль хорошая и правильная, но должен был я сказать, а не посол. Я... Но без оценок, без оценок. А в данном случае я считаю, что это просто грубейшее нарушение и субординации, и дипломатической этики, и своих полномочий компетенции. Я почему сказал, что это тест сегодня? Вот эта ситуация, это тест. А можно я скажу, почему это тест еще? И для премьера. Это тест, в том числе и для премьера. Премьер сказал, что нет. Не знаю. Он не обосновал. Сегодня пришла такая информация, премьер вообще не пояснил ничего. Не в обиду. У нас много информации, если вы помните, после указа президента об отзыве гражданства Басеску, появилась информация, не помню, какое там информационное агентство, сообщила, а Конституционный суд отклонил. Хотя Конституционный суд еще даже не принял к рассмотрению. То есть давайте мы дождемся завтрашнего дня. Нет, давайте мы будем пользоваться тем, что сказала пресс-служба премьер-министра. А это не пресс-служба сказала? Сегодня распространила уже эту информацию. Пресс-служба официально? Да, правительство. Официально. Официально. Владимир Иванович, нет. Но я к вопросу о тесте хочу сказать другое, задать вам другой вопрос. Вот если вы говорите об этой власти, как относиться к тому, что по информации СМИ очень многих господин Гребенч еще является гражданином Румынии? Ну это вообще нонсенс. Вот я хочу, нет, секундочку, я хочу понять. Вы представляете себе такую ситуацию, чтобы государство отправляло посла в страну, и он являлся гражданином этой страны? Вот это как понять? Это себя не уважать называется. Это называется себя не уважать. Не уважать себя как государство, прежде всего. И, кстати говоря, есть такая поговорка «За что боролись, на то и напоролись». Когда вносились, я лично был автором этих ограничений, для ряда должностных лиц, начиная от президента, премьера, министра, руководителей специальных служб, правоохранительных структур, и для послов быть человеком с двумя гражданствами недопустимо. И, кстати говоря, всякие ссылки на конвенцию, которую Молдова в свое время подписала, без всяких исключений из этой конвенции, это неправильно, потому что та же Венецианская комиссия, эксперты мне лично объясняли, если вы говорите о людях, которые имеют допуск к государственным секретам и представляют интересы государства, они не могут быть одновременно гражданином и другого государства, потому что конфликт интересен. Он тянет на почетного консула, так, между нами, да, вот это не запрещено, да, если человек хотел бы, да. Почетный консул, пожалуйста, он представляет как бы почетным и непочетным. И понечетным. Да, а вот посол, конечно, тут, это недопустимо просто. И этот случай еще раз подчеркивает, что нельзя и нужно срочно эти ограничения вводить. Это не касается всех остальных граждан. Ради Бога. Но если ты хочешь занять эту должность, ты должен действительно следовать тому принципу, что ты представляешь и защищаешь конкретные интересы государства этого. Перевожу то, что говорит Владимир Иванович. Это он говорит о том сейчас, что власть этот тест не прошла. Ни министр иностранных дел, ни, значит, господин премьер, раз у нас такое вот происходит. То есть раз мы вообще обсуждаем саму эту тему, кем у нас являются послы, то, наверное, я так понимаю, да, что вы в возмущении, потому вы в том числе объясняете этим. У нас остается буквально 8 минут, и я не могу не задать самый важный вопрос. Это в отношении того, что все-таки нам ждать в плане реальных каких-то подвижек от этого визита. Потому что много чего говорилось. Говорилось о том, что может быть, амнистие для гастарбайтеров. Говорилось о том, что откроют хоть какую-то часть рынков. Россияне есть и такая возможность. Ну, конечно, будут говорить о Приднестровье. Если можно, вот кратко, да, скажите, чего вы ожидаете? Господин Павлович. Я ожидаю, в первое, разблокирование пакета из трех соглашений в области миграции. Есть сейчас три соглашения, два из них давно готовы. И третья тоже по реадмиссии. Первое, сотрудничество между нашими странами и правительственными в области контроля миграционных потоков, первое. Второе, это социальные помощи мигрантов. И третье, у реадмиссии, когда граждане третьих стран нелегальных находятся на одной территории, их потом можно обменивать, вот эти три соглашения, они не подписаны. Россия рассматривает в пакете, там есть нюансы по как трактовать жителей Приднестровья, которые имеют и российское гражданство, но нигде не регистрировались молдавские граждане. Чисто по букве закона они попадают, могут подпасть под режим граждан, которые нарушили режим пребывания, что абсурдно. Но предложения молдавской страны не были приняты России по разным соображениям. Я думаю, здесь есть подвижки. И тогда молдавские мигранты, которые работают определенное время в России, нарабатывают стаж, этот стаж может быть зачислен. Для них это очень важно. И они могут получать потом здесь, в Молдове, в виде пенсии свои начисления, которые не там оплачивают пенсионные фронты. Учитывая все те заработки и вложения, которые они там населены. Это очень важно. Здесь же по этой теме миграции, я думаю, возможен более льготный режим, хотя такого льготного, как для стран, членов Евразийского союза, не может быть. Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан, там более льготный режим. Это, как знаете, для граждан Евросоюза, для граждан Румынии и Виталии, у них один режим. Граждане Молдовы и Виталии, другой. То же самое, граждане Молдовы и России, один режим. Граждане Кыргызстана, Беларусь и Казахстана, граждане Евразийского союза, другой режим. Экономическая область. Здесь два вопроса. Конечно же, снятие ограничений, которые Российская Федерация больше признается, мне кажется, по политическим вопросам. Врачной, Мясной и Винодельческой. Здесь уже определенные подвижки были намечены в той дорожной карте, которую Активен Калмык, министр экономик, подписал с Рогозина в ноябре в Москве. Но реализовать и объявить об этом, я думаю, будет дано президенту Додону, которому Москва, очевидно, благоволит. Это политик, которому Москва откровенно симпатизирует и поддерживает по разным каналам. И третье, это Приднестовский урегулированный. Вот здесь я бы не согласился с большинством аналитиков, которые, я не хочу назвать клещкушеством, подозревают президента Додона, что он непременно сдаст молдавские интересы и будет продвигать эти федерализации, которые по разным причинам, сейчас нет времени объяснять, в Молдове не популярны, хотя есть разные модели федерализации. Так вот мне кажется, и здесь есть определенные основания для оптимизма, что разговор, по крайней мере, до следующих парламентских выборов, эти два года, президент Вороним будет ввести не о всеобъемлющем, не о всеобъемлющем модели политического регулирования. председательского конфликта, а о восстановлении доверия и механизмов сотрудничества. И здесь очень важна эта встреча Додон-Красносельская, которая была неделю назад. Я думаю, не обошлось без вмешательства явления Москвы, которое побудило Красносельского встретиться. Я думаю, эти встречи прибудут регулярный характер. Но для меня очевидна, последняя фраза, что президент Додон сейчас играет долгую. Его главная задача так себя позиционировать и набрать достаточный политический капитал, чтобы на следующих парламентских выборах, на следующих парламентских выборах попытаться получить юридическо-административные рычаги власти через большинство парламентов и формирование правительства. Вот это... Сегодня был опрос, согласно ему, если бы состоялись парламентские выборы, то социалисты взяли бы 52 мандата. Владимир Иванович, коротко, простите, очень мало времени. Да, первая, экономика, рынок. Я не думаю, что здесь будет просто благословление дорожной карты, подписанной Калмыком. Акценты будут несколько по-другому поставлены, потому что основная задача и проблема, точнее, это в каком режиме действовать торговли между Молдовой и Россией. В этом вся проблема. И если даже уйти от тех общепризнанных, которые Россия применяет пошлины по отношению к странам европейским, значит, что сегодня применимо к Молдове, что очень тяжело сказывается, в том числе и на молдавской экономике, то я думаю, что это будет очень серьезная продвижка вперед. Что касается механизма контроля, за тем, чтобы не было реэкспорта, чего неоднократно боятся, заявляли российские экономисты и российский рынок. Я думаю, что здесь будет четко тоже определена система и структура этого контроля. Мигранты. Мигранты, я думаю, что здесь не будет идти речь о каком-то сравнивом режиме постоянного действия. Сегодня ставится вопрос, я так понял, что господин Дадон именно поставит таким образом вопрос и попросит, чтобы именно та часть наших людей, которая уже находится в режиме подвешенном таком, которые допустили определенное нарушение режима пребывания и на полулегальном, даже нелегальном положении находится в России около 200 тысяч, чтобы была своего рода разовая амнистия для этих людей, чтобы они могли начать свое пребывание и работу в России с нуля. А это очень-очень важно. Конечно, социальная сторона, защита правовая и так далее было сказано это однозначно. И Приднестровье. Приднестровье, я думаю, что мы сейчас тем более не должны зацикливаться на понятиях федерализация, автономия и так далее, и так далее. Сейчас очень важно и самое главное, чтобы начался реальный двухсторонний диалог. Кому-то это нравится, понятие двухстороннее, не нравится, но если не будет доверия между Кишиневым и Метеррасполем и пониманием, что мы идем во взаимоинтересном для нас, для народов направлении, то тогда не получится ни пять плюс два, ни шесть плюс два и ни один плюс один. И вот для этого россияне, я думаю, выступят гарантами и об этом, я думаю, будет конкретно еще раз подтверждено, сказано. И я думаю, та встреча, которая уже состоялась, она об этом во многом свидетельствует. Я благодарю вас, времени у нас нет уже совершенно. Могу только сказать следующее вам. Понимаете, как? Господин Попов, когда говорит о том, что вот сейчас такое у нас будет двое власти, там вот во внешней политике, я хочу сказать, что он лукавит немножко, потому что, в принципе, я говорю то, что я думаю и то, что вижу, Людмила, ну, я сейчас вам объясню, почему, может, вы даже со мной согласитесь, вы послушайте. Но я не лукавлю, я говорю то, что думаю. Потому что, когда у нас с 2009 года у нас поменялась власть, мы помним, как соперничали два лагеря, один под руководством господина Филата, а другой под руководством господина Плоходнюка, да, то есть, несмотря на то, что Марьян Ильич был лидером, то есть, вот это соперничество было всегда. И я заметила одну особенность, что как только добивался чего-то, например, господин Филат, и он приезжал из Москвы, и что-то было у него хорошо, на другой день у нас начинались какие-то странные непонятные вещи, у нас задерживались российские журналисты, российские политологи, и то есть, ответ был совершенно очевиден. И про это дело уже у нас как-то даже стали шутить, что если даже у нас о чём-то договариваются, да, в Москве, то власти на другой день сделают такую маленькую бяку. Я к чему это говорю? Давайте надеемся, что её на этот раз не будет, и что все те договорённости, о которых удастся, да, договориться, они всё-таки исполнятся. Правда, господин Попор? Мы на одной волне, я не лукавлю. Договорились. Я благодарю вас. Я поняла, вы не лукавите, но это вообще хорошее слово. Ну да и. Я благодарю вас за участие в этой программе. Приходите, будем спорить. Мне кажется, что это интересно. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин